Пенсионеры Лайванс ее рассказал родным подробности своего похищения. По словам отца, в данном преступлении участвовала женщина, жительница села житежа. Он ее хорошо знает, поэтому, видимо, доверился. Она как наводчица приехала вместе с преступниками и уговаривала отца. Именно потому, что он ее знает, сел в машину. В данный момент женщина всячески отрицает свою связь и причастность к преступлению. Однако есть свидетель, указывающий на ее непосредственное участие. Светлана, так имя этой женщины, вместе с преступниками приезжала к другой пенсионерке этого же села, Ольге Питеровой. У нее был на руках список всех пенсионеров села. Кроме того, после разгоревшегося шума она пришла к моей старшей сестре, больной онкологией предпоследней стадии, и угрожала жизни и здоровью. Почему преступница на свободе? Почему не забрали ее в изолятор для следственных действий? Сказала в телефонном разговоре дочь пострадавшего пенсионера Ульяна Нурланова. По ее словам, отца могли дезориентировать путем дачи ему психотропных веществ. Отца вывезли путем угроз. Дали выпить ему напиток якобы для утоления жажды, после чего он стал податливым. Возможно, что-то подсыпали туда. После его возвращения никто не провел медицинского освидетельствования, на котором настаивали его дети и родные. Почему полиция не производит очень важное действие? Также мы не исключаем, что был замешан сотрудник филиала Народного банка в городе Семея. Преступники привезли нашего отца за полчаса до закрытия, то есть в 17.30. Преступник взял талон и завел отца в отдельный кабинет, где сидел сотрудник банка. Мужчина в форме банка, но без бейджа. Указателей на дверях тоже не было. На столе карточки с его именем, как обычно бывает. Отец тоже не увидел. Сотрудник банка вообще не задавал папе вопросов. Работал только с преступником. Его заставили подписать документы, а после подписания вывезли в неизвестную квартиру в новостройке и там удерживали до утра, забрав телефон, и снова угрожали. Утром они вернулись в это же отделение банка. По словам отца, в кассе сотрудница не хотела выдавать деньги, а потом подбежал этот менеджер и стал ей говорить, чтобы она срочно отдала деньги. Итак, они сняли эти деньги, сообщила дочь пенсионера, ставшего жертвой мошенников. Ульяна Нурланова также рассказала, что сейчас они готовят письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой взять расследование этого дела на особый контроль и обеспечить защиту их отца от возможного преследования со стороны преступников. Как сообщалось ранее, инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в селе Житижарбис Карагайского района Восточно-Казахстанской области. 69-летнего Николая Вансью, который в советское время работал директором сельской нефтебазы, а сейчас находится на заслуженном отдыхе, увезли в неизвестном направлении. В этот момент дома с ним была только 10-летняя внучка. После инцидента девочка побежала на другой край села, где живет старшая дочь Вансью Елизавета, и рассказала о визите неизвестных и похищении дедушки. На этом у нас все. Кому понравилось ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok